Дорогие эстонцы и всякие там иноязычные люди, сегодня мы здесь с вами собрались, чтобы вступить на эту землю, где будет прекрасный, восхитительный, роскошный концерт памяти Виктора Цоя. Вспоминаю собаку, она как звезда, и пусть. Нас попросили опять шутить сдержанную, потому что мы идем, подумали, что у нас рюмер плохой, нет, нас просто постоянно об этом просят. Расскажите, что вы знаете про Виктора Цоя, только серьезные какие-то факты. У нас серьезные передачи. Виктор Цоя? Все? А что еще можно сказать? Можно, да. Я просто его увидел здесь, когда он первый раз давал концерт в Креуксе. Здесь, в Сутком Клубе, один, вместе с женой. Он вместе с женой давал концерт? Да. Я не знаю, правда это или нет, просто поверим. Я просто вам говорю. Я просто его натурально видел, как вас. Здравствуйте. Быстренько подошли, рассказали что-нибудь интересное. Слушай, ты так приятно, обычно идешь. Во-первых, я постоянно падаю в штанишках. Идешь, и люди сами, наконец, подходят. Такое ощущение, что я просто... Вы хотите что-то сказать? В 80-м году я был на квартире Динке Цоя. У меня было еще 20 человек все. Так, давайте хвастаться, давайте. Так, кто там еще был? Мадонна? Приятель позвонил, сказал, а дому парню косоглазым из Питера не дали в клубе выступить. А под Москвой же выступали в клубах ребята все. Говорит, он будет способный, там у него лучших это вообще не было. Не выпекло, ничего не было. А почему косоглазый? Он же узкоглазый. Так сказали. Молодежь, товарищи, здравствуйте, вы пришли сегодня на концерт? Конечно. Мы сегодня пришли на концерт. Сколько вам лет? Ничего, такой вопрос. Нам по 15 лет, да. Серьезно? Да, нам по 15 лет. Мне тогда 12. Какое впечатление на вас он произвел? Ну, вообще, вещи мне те ранние так не сильно понравились на фоне того, что уже было. Но от меня какая-то жуткая энергетика шла, невероятно. То есть фанаты сказали, давайте эту песню. Так посмотрел они. Был, как этот мужчина в коже, так рядом все это было. Похож на Цоя. Я, нет, конечно. Он сказал, я буду поступать от той программы, в которую приехал. Звезда. И такая, в этом была, как-то это было, это не по-хабски, это звучало очень-очень хорошо звучит. С каким настроением ты сегодня сюда пришла? Я сюда пришла с чувством очень глубокого почтения и морального удовлетворения, что подобные мероприятия проходят в нашем славном городе. Серьезно? Серьезно? Хорошо. Что вы скажете по поводу творчества? Что заставляет сегодня людей приходить вот сюда? И даже не только сюда, а много мест есть, даже где он разбился. Люди сегодня пришли. И вчера я видела концерты по записи, что до сих пор вот это заставляет людей приходить. Посмотреть на ту же самую ситуацию с Владимиром Семеновичем Высоцким. Этого прекрасного актера и музыканта не стало в 80-м году, но и вот, вот, что слушают до сих пор и даже слушают более молодое поколение. Просто у артиста есть такая магия, которую он просто одарил всех своих слушателей. Сыграть на четырех аккордах песню, притом так, чтобы ее пели до сих пор, время от времени в подворотне, на концертах или где-то еще, это действительно внутренний потенциал и внутренний талант и внутренняя магия. Вот и все. То есть, а поскольку это действительно искренне от души идет, то тогда это, так сказать, творчество, оно ни в коем случае не угасает, а и живет дальше даже после того, как, к сожалению, человек уходит из этого бренного мира в более лучший мир. Я думаю, Кристина, может, ты будешь с этим человеком вести просто обзор. В пустынной улице вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфетки ешь, и спятят фонари давно. Но ты говоришь, пойдем в кино, я тебя зову в кабак, конечно. Супер! А ты что не подпевал? Рассказывай вот для поколения, которое тебя сейчас вот сменяет буквально вот рядом с тобой. Ну, зрители любят смотреть на секс, на красивых обморок. Это поэтому ты не популярен? Я не знаю, смотря у кого спрашивали. Ну, Виктор Цой же вроде бы некрасивая обнаженная женщина, но популярный, видишь. Мне вообще очень приятно, что этот концерт памяти Виктора Цоя каким-то образом организует корейская община города Таллина. Поскольку я профессиональный репортер, еще сделал вид, что я об этом знала. Ну, на самом деле это была шутка, потому что я имел об этом Михаила Кылворта, который тоже кореец. Ты шутишься? Я когда-нибудь, может быть, дышу. Скажи, кто ты, Виктор Цой? Нет. Нет, я тоже. Как канал? Сталица, а я лехт. Сталица.е. Ага. Может, ты тоже пишешь в репортер? Да, меня очень... ...это профессиональный. Нет, эстонский. Но видишь, как я хорошо говорю по эстонски. Вы очень-очень. Я не отвечаю. Я в Вягах. В Вягах.. В Вягах... В Вягах... Иди! Панги с нами. Панги с нами! Что он сказал? У меня очень много людей. Я хочу спросить больше людей. Но меня ждут на день рождения. Я знаю, что у меня есть еще истинные люди, которые тоже милят музыку. И у меня нормы очень хорошая группа Ленинград. У нас есть свои любимые. Но я думаю, что это не так хорошая, но мы имеем лучшие эстинные люди. Хотелось бы сказать действительно то, что я заметила, что это невероятно, что, во-первых, в таком месте в центре города проводят концерт в памяти Виктора Цоя. И огромное количество людей сюда сегодня пришло и ещё идёт. Так что, ребята, это реально классно. Я прям стояла и мне прям, думаю, здорово. Ну, честно. Вот, ну, больше не скажу там. Другие заметочки ещё есть, но мы это оставим по себе. А мы сейчас прощаемся или здороваемся, или что мы сейчас делаем? До свидания. До свидания, добра, любви, тепла. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Ну всё же, Кристина, сколько можно? Не знаю. Музыка. Моина, помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься. Продолжение следует...